и тогда мы начнем да да я думаю вполне возможно начать до запись включена я бы все-таки еще раз просил выступающих делать слайды формата 16 на 9 они ограничивается четыре на три прошло и вот у вас серый квадратик его нельзя отодвинуть в сторону спасибо добротень уважаемые коллеги доклад называется экономичные методы численного интегрирования задача каши для системы до с контрастными структурами и сингулярности рассмотрим задачу каши доход это равно их от от и с начальным условием по от нуля равно гуснули здесь у и f жирный это м мерный вектор функции если величина нормы f умножить на т большую порядка единицы то задачу считаем мягкой ты большой это длина интервала времени примером мягкая задача является например задача баллистики если норма и на т много больше единицы то такую задачу будем называть трудный трудные задачи можно разделить на три группы первые группы это задачи жесткие которых интегральные кривые быстро сходятся вторая группа эта задача плохо обусловленные них интегральные кривые быстро расходятся и наконец третья группа это задача в которых решение быстро осцелирует такие задачи встречается например в радиотехнике на самом деле на практике жесткость или плохая обусловленность в чистом виде встречаются достаточно редко и как правило решение может содержать как жесткие участки так и плохо обусловленные в литературе предлагался ряд формальных критерий в жесткости наверное самый известный это большое различие модулей спектральных чисел матрицы и коды однако есть примеры когда такие формальные критерии не работают пожалуй самый красивый пример был предложен виноградом в 1952 году виноград построил пример линейный не автономной системы у друг в которой спектральные числа матрицы и коды были постоянными и отрицательными но при этом решение содержало экспоненциально нарастающую компоненту самое на мой взгляд разумное определение жесткости было предложено ракетским это определение качественное и она гласит что жесткая это задача в которой решение имеет сильно разномасштабные компоненты исторически первыми были жесткие задачи в которых решение резко изменяется в начальный момент времени и далее становится достаточно плавно резкое изменение было названо пограничным слоем далее по мере того как усложнялись практические задачи выяснилось что пограничный слой может повториться через некоторое время внутри промежутка интегрирования причем неоднократно такие внутренние пограничные слои были названы контрастными структурами одна из простейших автономных задач с контрастными структурами это осциллятор вандер пола эта задача содержит два уравнения которые проведены на слайде в этой задаче может возникать произвольное количество контрастных структур решение показано на картинке в структуре этого решения выделим следующие характерные области первым это пограничные слои это участки быстрого изменения решения как в начальный момент времени так и в последующий момент времени внутри промежутка интегрирования по существу каждый пограничный слой садить состоит из двух кусков первый кусок который соответствует выходу из плавного участка на резко изменяющийся это участок плохой обусловленности второй кусок пограничного слоя когда мы выходим из быстро изменяющегося куска на плавно меняющийся это жесткость участки медленного изменения решения называются регулярными и в данной работе предложено дополнительно выделять еще одну важную область решения это область большой кривизны интегральной кривой между пограничным слоем и регулярным участком эта область была названа переходной прошу прощения александр на данной работе что означает собственно автором докладов с авторстве со старшими коллегами это было предложено хорошо да линда то что все большое замечание в дальнейшем слова в данной работе будут означать именно на это рассмотрим один исключительно полезный прием который сильно упрощает решение задач это переход к новому аргументу для не итоге интегральной кривой впервые такую параметризацию предложил рикс семи сторон году систематическим исследованием свойства применением занимались шалашель на кузнецов они в девяносто девятом году опубликовали монографию по этому вопросу суть приема заключается в следующем введем скажем так лишнюю функцию о нулевое тождественно равную т для нее правой части единиц формула перехода записана на слайде при этом мы получаем систему уравнение у которой порядок на единичку больше чем исходная система система становится автономной и что самое важное о новой системы вектор правых частей является единичным то есть пограничные слои превращаются в регулярные участки с наклоном плюс либо минус единица и с малой кривизной однако даже в новом аргументе переходная зона по-прежнему характеризуется большой кривизной и представляет серьезную проблему для отчисленного расчета таким образом при решении удалом целесообразно сразу переходить длине другим дальнейшем будем считать что такое переход выполнится в 1952 году дал крест доказал хорошо известной теорему о том что явные схемы не могут быть а устойчивыми по существу это означает что для обеспечения устойчивости нужно брать очень мелкий шаг если вести весь расчет с таким мелким шагом то есть на равномерной сетке то трудоемкость будет неприемлемо большая поэтому традиционно используется более надежные но в то же время более трудоемкие неявные схемы огромное количество разных методов для удано представлена во втором томе фундаментальной монографии хайрера и ваннера мы с целью выбрать наилучший из методов и пришли к заключению что как раз очень многие хорошие методы там сожалению не представлены и вот на этом слайде приведены те методы которые можно отнести к не лучше исторически первыми были схемы гершфельдера и кюртуса и эта схема многошаговые основаны на дифференцирование назад на их основе гир который занимался расчетом горения ракетного топлива построил программы с автоматическим выбором схемы и шага сами по себе схемы гершфельдера кюртиса были не очень хорошие но гир очень удачно сделал свою автоматику шага его пакет широко применяется до сих пор например он вшит в мат лап в качестве стандартного решателя детали этих программ чат над шлифованным временем они содержат довольно много настроечных констант и эти программы вполне успешно справляются с задачами не слишком высокой жесткости следующий принципиальный шаг сделал разенброк он в 1963 году опубликовал свои одношаговые явно не явные схемы шаг этих схем создавайте состоял из нескольких стадий явно не явность означает что схемы были получены как линеризация чисто не явных схем и соответственно на каждой стадии нужно было решать систему линейных алгебраических уравнений дальнейшем схемы разенброка были доработаны ваннером и реализованы в виде программных пакетов которые находятся открытым доступе и широко известны и схемы разенброка одношаговых схем одностадийных наилучше является комплексная схема с коэффициентом единицы плюс и пополам и от схемы записано на слайде схем хоть и одностадийная но обладает вторым порядком точности очень хорошей или два устойчивостью и кроме того обеспечивает хорошие качественные свойства решения ну например решение по этой схеме является монотонным это важный свойств к сожалению монографии хайрера и ваннера эта схема не приведена из существующих схем наиболее надежные это оптимальные обратные схемы пронгикотте предложены калиткин и пошивайло в 2012 году по существу и эта схема полностью не явные однако с помощью нет реальные записи через рекурсивные функции их трудоемкость уменьшена до трудоемкости диагональными ямских то есть они намного более экономичны простейший схемы этого класса это общеизвестная обратная схема диллер схема точности 2 порядка точности привезена на слайде схемы 3 4 порядков записываются похожим образом но они несколько более громоздки таким образом те программы которые широко известны и популярны мы не рекомендую лучше пользоваться схемами розенброка обобщением этих схем построенным шерковым и альшинами 4 порядка точности и оптимальными обратными схемами рунги код из теории металл киста следует что явные схемы к жестким задачам фактически непригодны однако это справедливо только для расчетов с равномерным шагом если же измельчать шаг в нужные моменты времени то явные схемы оказываются вполне работоспособными если выполнить переход длине тугим то пограничные слои как уже говорилось превращаются фактически в регулярные участки и поэтому ко многим задачам даже высокой жесткости удается применять схемы рунги код явные схемы рунги код они общеизвестны и проведены на слайде здесь wst ст стадии bst и ас код это коэффициент этих схем среди прикладных жестких задач важное место занимает задачи кинетики реакции поэтому в работе ей уделено особое внимание это задача имеет несколько специфических особенностей во-первых решением являются концентрации и по своему физическому смыслу решение не отрицательно во-вторых правые части каждом уравнении разбиваются на знака постоянной слагаемой положительные слагаемые соответствует наработки данного вещества отрицательный расход причем в отрицательных слагаемых обязательно явно присутствует множитель ужитая потому что расход обязательно пропорционально концентрации соответствующего вещества третья особенность это высокая жесткость задачи далее в докладе будет рассмотрена задачи водород кислородного горения и например в этой задачи скорости разных реакций могут отличаться до 10 порядков наконец четвертая особенность это большой большие размерные системы например при горении углеводородов надо рассматривать систему содержащие до 40 компонент между которыми происходит несколько сотен реакций и ясно что для таких задач неявные схемы исключительно трудоемки и желательно иметь явные схемы калеткин и гульдин в шестьдесят девятом году построили специальную явную схему точности карта эта схема обладала тем замечательным свойством что в ней решение было знака постоянным схема оказалась вполне работоспособной но вот точности и оказалось не вполне достаточно попытки повысить точность тогда оказались неудачными в данной работе предложена специальная явная схема более высокого порядка точности второго и одновременно эта схема оказалась более надежно идея построения заключается в следующем в каждой правой части каждого уравнения сгруппируем положительные и отрицательные слагаем так как это показано на слайде запишем неявную схему и будем находить ее решение простыми итерации при этом выполним только две итерации то есть получим явную двухстатийную схему можно показать что она имеет второй порядок точности проводилось тщательное тестирование этой схемы сравнение с общими схемами типа прямого и обратного эйлера схема розенброка на задача имитирующие химическую генетику и оказалось что эта схема более надежно для этой задачи чем другие явные схемы конечно эта схема пригодна только для задач кинетики но для задачи кинетики она оказывается эффективной и очень дешевый плане вычислений следующий вопрос это стратегии расчет помимо самого решения программа должна выдавать количество на оценку его точности расчет на единственной сетки в принципе таких оценок давать не может в данной работе используется метод сгущения сеток и оценки точности по методу ричардсон сам ричардсон в двадцать седьмом году разработал этот метод для задачи численного интегрирования на равномерной сетке коленки на его ученики развивали этот метод с 1960-х годов и обобщили его на удау на выравнение в частных производных причем как на равномерных сетках так и на квазерномерном основная идея заключается в следующем выполним расчет не на одной сетке а на наборе сеток пусть первая сетка содержит n шагов длины h 2 во второй сетке пусть будет 2 н шагов длины h пополам и так далее при этом узлы предыдущей сетки более грубой точно совпадают с четными узлами следующей сетки нулевой с нулевым 1 со вторым 2 4 и так далее найдем решение на этих сетках то есть получим последовательность решений о и она и у 2 н и так далее сравним решение совпадающих узлах и такое сравнение также знание априорного порядка точности позволяет найти оценку погрешности относящиеся более подробно сетки эта оценка проведена на слайде в оценке используются только два решения соответственно оценка а постериор на и она оказывается а синтетические точки то есть чем подробнее сетка тем ближе вот это значение оценки как между точным решением и сама отсюда на практике оказывается что сама оценка величина оценки неотличима от настоящей практической погрешности и соответствующий пример я приведу далее основанием многосеточного расчета являются четыре фундаментальные теоремы приведенные в книге рябинькова и филиппова 1956 года на слайде приведены не строгие но наглядные формулировки этих теорий теорема 1 из аппроксимации устойчивости следует сходимость теорема 2 для линейных разностных схем порядок сходимости равен порядку аппроксимации теорема 3 для линейных задач с достаточно гладкими решениями можно применять метод ричардсона теорема 4 пусть разностная схема устойчива и аппроксимирует исходную задачу при сгущении сеток получена последовательность численных решений которые сходятся к некоторой предельной функции тогда точная задача имеет решение и этим решением является предельная функция предел последовательности численных решений по-видимому только совокупность вот этих четырех теорий позволяет строить методы в которых одновременно с решением вычисляется асимпатически точная оценка погрешности переходим к вопросу выбора шага при решении буду расчет жестких задач равномерным шагом крайне не экономичен шаг пограничным слоем должен быть очень мелким переходной зоне тоже но регулярные участки решения можно проходить достаточно крупным шагом поэтому возникает вопрос как лучше всего сгущать сетку в литературе да и стандартных программах описаны два наиболее крупных таких класса выборов класса методов автоматического выбора шага первый класс это так называемое локальное сгущение идея заключается в следующем выполним расчет шагом там и одновременно с ним расчет двумя шагами того пополам сравним результат в конце конечного момента времени если разность этих двух решений меньше чем желаемая точность шаг принимается если сильно меньше то следующий шаг несколько увеличивается по длине если разность недостаточно мало то текущий шаг дробится и последующий шаг тоже уменьшается таким образом сравнивается расчет на шаги то и двух шагах того пополам второй класс подходов и это так называемые вложенные схемы пусть имеется некоторая многостадийная схема причем из ее стадий можно собрать схему с порядком точности на единицу меньше вот это последние схемы называется вложены выполняют расчет одного и того же шага по основной схеме и по вложенным и сравнивать результат и дальше принимают решение увеличить шаг оставить таким же или уменьшить аналогично локальному сгущению эти алгоритмы достаточно тщательно вырезаны стандартных программах и неплохо работает на мягких задачах однако если жесткость немножко увеличивается то возникает проблема пользователь задает желаемую точность которая называется tolerance и принимает результат расчетов наверно считается что фактическая точность того решения которое выдал программа соответствует толеранс однако расчеты задач с известными точными решениями показывает что это не так на жестких задачах фактическая точность может на несколько порядков отличаться от толеранс то есть допустим пользователь попросил 10 минус 10 а программа фактически посчитала с точностью 10 минус 2 это первая проблема вторая проблема описанная у хайрера и ваннера это срывы шага допустим программа ведет расчет пограничного слоя с мелким шаг далее происходит выход из пограничного слоя на регулярный участок на этом выходе программа постепенно увеличивает шаг однако в какой-то момент без видимых причин шаг резко уменьшается на 24 порядка затем 100 начинает плавно 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 увеличиваться такая картин может повторяться несколько раз этой проблемой занимались ученики калеткина богу выкачивать они поняли что чтобы избежать таких срывов надо очень медленно увеличивать шаг при выходе из пограничного слоя в регулярный участок но тогда получается что такой автомат шага перестает быть экономичным потому что шаг не успевает достаточно разогнаться и стать достаточно большим к моменту выхода на регулярные решения в этой ситуации напоминает старую поговорку голову вытащишь хвост уверен таким образом стандартные автоматы шага нередко срываются то есть они не особенно надежны и не обеспечивают точность который запросил пользователь кроме того стандартных программах имеется достаточно большое количество настроечных параметров кухонных деталей которые не очень любят описывать литературе в данной работе предлагается принципиально новый алгоритм автоматического выбора шага по геометрическим характеристикам кривой наклону и кривизне прежде чем его описывать обсудим один важный аспект это выбор метрики который целесообразно использовать для того чтобы сравнивать решение жестких задач традиционно близость кривых понимают смысле нормы их разности однако для жестких задач с контрастными структурами для вообще с участками резкого изменения такой подход неудобен дело в том что контрастная структура при увеличении жесткости стремится к ступеньке и если положение этих ступенек у двух решений не точно совпадает то отличие кривых норме c будет от единицы а в норме или два может быть о от аж какой-то дробной степени например у от аж степени значит данной работе предлагается использовать метрики типа хусдорф для того чтобы сравнивать решение жестких задач сама метрика хусдорфа для множества а и б состоящих из элементов а маленькой по маленькой приведена на слайде она является аналогом норма c из-за того что используется операции супрема в данной работе вместо супрема предлагается использовать интегрирование от инфинума и это можно рассматривать как обобщение аналог метрики хусдорф аналогичной норме гель 2 теперь перейдем непосредственно к алгоритму выбора шага этот метод достаточно простой прозрачный и в отличие от известных алгоритмов позволяет строить апостериорные оценки по методу сгущающихся сеток пусть выполнен переход к аргументу длина друге это исключает программу пограничных проблем пограничных слоев но однако остается проблема связана с переходными зонами и ясно что переходной зоне шаг нужно уменьшать и причем тем сильнее чем больше кривизна интегральный кривот возникает вопрос какова оптимальная зависимость шага h от кривизны как ответ на этот вопрос дает теорема приведенная на слайде пусть правая часть система воду имеет вторые непрерывные производные по всем аргументом тогда смысле описаны выше в общенном метке хусдорфа оптимальная сетка для явной схемы эллера при стремлении числа узлов бесконечности асиментатически удовлетворяет равенство которое приведено на слайде шаг h пропорционально кривизне каппа в степени минус 2 5 здесь или это полная длина токи расчеты тестовых задач с известными и точными решениями показывают что вот такой закон зависимости ваш вот кривизны хорошо работает не только для явной схемы эллера но и для других явных и неявных схем и такой выбор шага позволяет решать задачу очень высокой жесткости не только неявными схемами но даже явными при этом на участке малой кривизны не наблюдается таких стрелок шага которые есть стандартных автоматах для вычисления очередного шага нужно знать текущее значение кривизны в литературе нам не удалось найти конструктивных формул для кривизны в многомерном пространстве однако есть общее определение кривизна есть вторая производная радиус векторов кривой по длине токи реализация этого определения для явных схем и для неявных отличается начнем с невыске сами неявные схемы обязательно входят матрицы и копия правых частей поэтому ее можно использовать и для вычисления кривизны и непосредственно из определения вытекает точную формула кривизна каппа равна матрицу и копия f по ум умножить на вектор правой части f и такое вычисление кривизны не увеличивает трудоемкость неявные схемы заметил что в задачах высокой жесткости матрицы копия лучше вычислять аналитически дело в том что если вычислять разностно то зачастую приходится использовать числа повышенной разрядности в противном случае порой сказываются ошибки округлина в явных схемах матрицы и кубе не используется в стандартном шаге и если ее подключать к расчету то это сильно увеличивает трудоемкость каждого шага поэтому для явных схем понадобились специальные формулы для вычисления кривизны для явных схем рунге код и с числом стадий от 1 до 4 построены экономичные формулы для вычисления кривизны в которых для кривизны на текущем шаге используются стадии предыдущего шага не значение правой части на текущем шаге это последнее значение будет потом использоваться для вычисления следующего шага коэффициенты в этой формуле привезены на слайде при этом для одностадийной схемы кривизну дается вычислить с тем же порядком точности первым для двухстадийной схемы порядок точности для кривизны тоже оказывается первым для схем с тремя и четырьмя стадиями кривизну удается вычислить с точностью от h квадрат такое ограничение напоминает хорошо известный пороге бутчера еще раз подчеркну что вычисление кривизны по этим формулам не увеличивает трудоемкость стандартного шага явной схемы обсудим некоторые детали алгоритм в ходе расчета возникает две трудности во первых формула для шага входят не только текущее значение кривизны к по и она и но интеграл от нее по всему промежутку интегрирования кроме того туда входит и полная длина дуги однако не интеграл не полная длина дуги заранее до расчета неизвестно во вторых помимо самого численного решения нужно находить его оценку точности расчет на единственной сетке таких оценок в принципе не дает и мы используем метр черцов однако чтобы его использовать потребовалось разработать нетривиальную процедуру сгущения сеток сгущение проводится в два этапа сначала произвольно выберем некоторые профили кривизны некоторые зависимости капоты с потолка и значение числа шагов и в частности капа можно брать например постоянно с этим капа вычислим интеграл в теореме 1 и используя этот интеграл и выбранный н большую решить систему году одновременно вычисляем h для каждого текущего шага и к в ходе этого вычисления пересчитывая капа найдем интеграл от кривизны по всему промежутку интегрирования расчет на первой сетке введем до тех пор пока расчетное время не станет больше либо равным то большой по новому профилю капа пены пересчитаем интеграл и удвоим n большую и с новыми значениями интеграла и повторим решение систему ду такую процедуру будем повторять много раз до тех пор пока значение интеграл от кривизны не установится заданной точностью и узлы соседних сеток не станут достаточно близки дело в том что узлы предыдущей сетки построены по кривизне близки но не совпадают с четными узлами последующей сетки поэтому на этом этапе применять метод ричардсона блок нельзя этап считается завершенным тогда когда узлы предыдущей сетки более грубой становится достаточно близкими в пределах желаемой меры близости к четным узлам последующей сетки когда эти условия выполнены переходим ко второму этапу сгущения на втором этапе сгущения берем последнюю сетку первого этапа все ее узлы считаем четными узлами новой сетки и между каждой пару узлов ставим еще один нечетный узел так чтобы каждый шаг предыдущей сетки делился этим нечетным узлом в отношении равном корне четвертой степени и соотношение двух прилетевающих шагов ашн плюс 1 и ашн минус 1 то есть мы вручную дробим каждый шаг ставим него новый нечетный узел аналогично будет строиться следующая сетка и так далее такая последовательность сеток второго этапа является классе равномерно потому что во первых черные узлы каждой новой сетки точно по построению совпадает узнали предыдущей сетки и во вторых разности двух соседних узлов новые сетки есть величина оба малая а то есть выполняется определение квазеравномерности для последних соседок поэтому на сетках второго этапа можно применять метод Ричардсона каждый паре сеток находить апостериорного синтетически точно оценку погрешности и даже проводить однократно уточнение решения таким образом построен метод который позволяет адаптировать сетку к решению и проводить расчет с гарантированной оценкой точности в ранее известных алгоритмах таких оценок не было отметим один важный нюанс возникающий при расчете задач с контрастными структурами при высокой жесткости регулярные решения близко подходит к точке покоя разность между регулярным решением и точкой покоя фактически является можно рассматривать как начальное условие для последующего расчета то есть минимум для следующего пограничного слоя и если в этой разности с учетом конечной разрядности чисел остается мало достоверных знаков то это сильно ограничивает точность последующего расчета ошибки округления начинают сильно влияет на последующих от решений то есть на участок выхода из регулярного решения следующий пограничный слой который кстати является плохо обусловленным при численном расчете мы проходим контрастные структуры последовательно одну за другой при этом каждая контрастная структура как бы вычеркивает несколько значащих цифр разрешения то есть чем большее число контрастных структур надо сосчитать тем большее количество знаков теряется на ошибки округления концу расчета есть примеры когда из-за ошибок округления решение вообще не остается ни одного верного знака причина в том что решение сливается с точкой покоя на все знаки компьютера и дальше идет по точке покоя тогда все последующие контрастная структура решение просто не выявляет таких случаях нужно сильно увеличивать разрядность либо переходить принципиально другим методом например асимпатическим когда решение таких задач строится по аналитическим методом то ошибка не накапливается потому что каждый контрастный структура рассчитывается независимо поэтому методы типа асимпатических позволяет рассчитать произвольное количество контрастных структур правда у них есть своя проблема для сложных прикладных задач типа той же химической кинетики реализовать эти методы исключительно сложно переходим к тестовым расчетам предложенный метод верифицировался на тестовой задачи с известным точным решением в качестве наглядного примера рассмотрим задачу для одного уравнения эта задача выписана на слайде и его приятной особенностью является то что несложно построить точное решение причем в элементарных функциях и непосредственно сравнивать результат численного расчета с точным решением эта задача имеет две точки покоя у равно плюс минус а за жесткость отвечает параметр лямбда 0 если модуль лямбда 0 много больше единицы то задача является трудным если начальное условие выбрано так что модуль ус 0 к меньше а то решение попеременно притягивается к нижним и верхнему стационаром и получается в решении контрастной структуры число контрастных структур может быть производим это зависит от того какой промежуток интегрирования мы выберем ширина в каждой контрастной структуры есть примерно единицы на ряду 0 они располагаются у момента времени ты равно и умножить на к к 0 1 2 и так далее расчет этого теста проводились по явной схеме руби кода 4 порядка точности с геометрически адаптивными сетками то есть выбором шага по кривизне на рисунке слева показано численное решение для лямбда 0 равно 10 4 промежуток времени выбирался так чтобы него попадал один начальный пограничный слой и 4 внутренних контрастных структур на рисунке справа показан график погрешности двойном логарифмическом масштабе по горизонтали откладывается десятичный алгоритм числа шагов сетки по вертикали десятичный алгоритм погрешности погрешность вычислялась двумя способами первый способ это непосредственно сравнение численного решения с точным второй способ это оценки по методу ричардсон то есть не использующие точного решения видно что кривой погрешности выходят на прямую линию или наклон этой прямой равен минус 4 это как раз соответствует степенной исходимости и порядка точности четверка что соответствует теоретическому порядку точности выбранной схемы радиозагущение сеток проводилось до тех пор пока кривые не выходили на ошибки округления когда сетки достаточно подробно это погрешность перестает убывать это и есть как раз введение ошибок округления видно что оценки по методу ричардсон на участке теоретической сходимости практически совпадают с погрешности не вычисляемыми непосредственно по точному решению это показывает правомерность оценка по методу ричардсон таким образом задача решалась явной схемы на геометрически адаптивных сетках и решена успешно и показано что метод ричардсона позволяет непосредственно контролировать фактическую точность для сравнения был проведен расчет по полностью неявный оптимальный обратной схеме рунге код 4 порядка точности шаг тоже вычислялся по кривизне причем этой кривизны использовалось не приближенное выражение а точно на рисунке справа соответствующие погрешность показана темными маркерами видно что они практически не отличается от погрешности полученных по явной схеме то есть точности явный неявный схем в этом тесте оказались одинаковыми но по экономичности явный схем кардинально превосходит неявный на данном слайде показано сравнение предложенного метода с известными алгоритмами автоматического выбора шага нагляднее всего это сделать следующей форме по горизонтали отложим заданную пользователем точность то есть толеранс а по вертикали фактическую погрешность в качестве примера была выбрана вот эта тестовая задача с лям до 0 равно 10 4 сплошная линия это расчет по схеме рунге код 4 порядка точности на геометрически активных сетках для этого расчета фактическая точность равна толеранс вплоть до выхода на ошибки округления потому что мы непосредственно контролируем фактическую точность моменту ричардсона светлые маркеры это расчет по программе гиром бралась маклабовской реализации этой программы темные маркеры это расчет по программе дормана принц тоже взяты из маклаба этих пакетов величина толеранс резко отличается от фактической погрешности и видно что фактическая погрешность на 8 10 порядков хуже чем толеранс который спросил пользователь при этом сами эти программы не дают каких-либо средств для проверки фактической точности таким образом на задачах с точными решениями мы видим что фактическая точность существенно хуже которого запросил пользователь и поэтому в прикладных задачах где точное решение неизвестно можно получить неверный ответ и даже никогда об этом не узнать поэтому так важно иметь а пасториорной оценки точности которые есть в расчетах на геометрически адаптивных сетках теперь рассмотрим прикладной пример это расчет кинетики химических реакций рассматривается горение водородокислородной смеси учитывается 9 компонент которые выписаны на слайде эти компоненты участвуют вот из 25 прямых и стольких же обратных реакциях температура составляет 2000 градусов кельвина корень считается изотермическим это вполне жизненная постановка для многих экспериментов по измерению скорости химических реакций состав изначально состав смеси это гремучая смесь то есть две части молекулярного водорода на одну часть молекулярного кислорода расчет проводились на геометрически адаптивных сетках по схемам бронгикуты 2 4 порядка в точности а также по химической схеме по специальной химической схеме 2 порядка точности на левом рисунке показано решение то есть концентрации важнейших компонент в зависимости от времени здесь хорошо виден пограничный слой который соответствует вспышке смеси и за ним следует выгорание то есть выход концентрации на стационарное значение графики плавно и без пилообразных осцилляций это правильное качественное поведение решили точное решение этой задачи неизвестно поэтому погрешность определялась по методу ричардсона график погрешности зависимости от числа шагов сетки показан на рисунке справа масштаб графика двойной логарифмически для наглядности проведенного усреднение не только по моментам времени но также и по компонентам здесь темные кружочки это схема ярко 2 треугольники схемы ярко 4 на слайде опечатка простите светлые кружки это химическая схема 2 порядка точности сплошные линии расчет на геометрически адаптивных сетках а пунктир это расчет на равномерной сетке по длине дуги видно что все графики выходят на прямые линии соответствующие теоретическому порядку точности ярко 4 на наклон четверка ярко 2 химическая схема на наклон двойка четырехстое иная схема не код обеспечивает отличную точность при хорошей надежности точность двухстадийной схемы хуже химическая схема дает еще худшую точность но эта схема отличается высокой надежностью то есть расчет по этой схеме можно вести даже на равномерной сетке по времени более того в и по имаме не делаешь такие расчеты проводились для реальных задач газ динамики с химической кинетикой на рисунке для сравнения показано расчет по схеме рунги код с четырьмя стадиями на равномерной сетке по длине дуги и я видно что погрешность который при этом получается примерно в тысячу раз хуже чем расчет на геометрически адаптивные сетки это показывает важность измельчения шагов переходной зоны на данном графике показано сравнение пакетов гера и дормана принца с предложенным методом на задачи кинетики с предыдущего слайда здесь возникает вопрос как определять фактическую точность стандартных программ в качестве контрольного метода мы использовали расчет на геометрически адаптивных сетках то есть проводился расчет с точностью до ошибок округления и получено решение интерполироваться и используются качестве талона то есть решение по стандартной программе непосредственно вычиталась из этого эталонного решения замечу что во втором томе книги хайрера и ваннера привезено тестирование ряд программ на 12 прикладных задачах среди которых есть задачи кинетики реакции там правда не водород кислородное горение а несколько другая система но значимость этой задачи это не снижает однако хайрера и ваннере за точность расчета принимается толеранс они фактическая погрешность анализ фактической погрешности этих программ прикладных задачах проводится данной работе впервые расчет по стандартным программам проводился как в аргументе t так и в аргументе или при этом программа гера позволила завершить расчет в обоих аргументах а программа дормана принц только в длине дуги в аргументе время она сорвалась и не давала довести расчет до конца на данном слайде показана зависимость фактической погрешности вот tolerance для всех трех методов для расчета на геометрически адаптивных сетках напомню погрешность равна tolerance потому что мы контролируем фактическую точность для программы гера в аргументе t итоговая погрешность оказывалась совершенно неудовлетворительной то есть она подходила на оказалось даже больше чем погрешность экспериментальное измерение концентрации соответствующих задачах хуже чем 10 процентов в длине дуги программы гера и дормана принца давали точность достаточно для задач практики примерно 10 минус 3 и примерно 10 мин 6 соответственно однако эти точности резко отличается от tolerance и это делает расчеты по стандартам программы ненадежными подобные расчеты проводились и для других значений температур не только для 2000 келенов но и для 6000 когда сама химическая система ведет себя иначе и результаты оказались аналогичными рассмотрим еще одну прикладную задачу это задача ринсторф задача ринсторф это ограниченная задача трех тел земля луна спутник два массивных тела участвуют в совместном круговом движении в той же плоскости в их совместном поле тяготения движется третье тело пренебрежем и малой массы то есть спутник постановка этой задачи признана слайде это уравнение движения спутника полный оборот состоит из четырех витков начальные условия выбираются так чтобы траектория была замкнуты кстати эта задача тоже есть среди контрольных тестов книги харрера и ванна решение задача показано на рисунке слева здесь хорошо видны эти четыре лепестка четыре витка задача ринсторф имеет очень плохую обусловленность например если в начальный момент времени изменить начальную скорость на один миллиметр в секунду то после прохождения полного оборота возмущение скорости составит километр в секунду чтобы еще усложнить тест расчет проводился не для одного оборота а для трех то есть для 12 витков контрольный расчет в качестве контрольного метода использовалась схема логикута с четырьмя стадиями на геометрических оттенок сетках полученная траектория это как раз левый рисунок она оказывается замкнуты даже после прохождения всех трех оборотов то есть 2 или 3 оборота накладываться на 1 полученные погрешности приведены на рисунке справа масштабы графика двойного грифмически наилучше достигнутая точность составляет 10 минус 7 и соответствует ошибкам округлений таким образом явная схема реку 4 порядка точности на геометрически адаптивных сетках уверенно справилась с этой задачей для сравнения расчет проводились по программам гера и дормана принца аргументах ты и на другие деле во всех случаях расчет удавалось довести до конца однако результаты оказывали в кругу ошибочными пример траектории рассчитаны по программе гера в длине дуги показаны рисунки слева после первого оборота траектория еще остается замкнуты к середине второго оборота начинают сильно сказываться ошибки округления настолько сильно что решение даже качественно перестает быть похожим на точным и в результате погрешность оказывается огромной и начиная со второго витка и далее траектории предстоит быть замкнуты формально конечно программа позволяет завершить расчет при этом выводят сообщение о том что заданный толерант достигнут но решение совершенно не соответствует тому какое должно быть аналогичная картина имела место для программы гера парк мете ты а также при расчете по программе дормана принц в обоих аргументах на рисунке справа показана зависимость фактической погрешности от tolerance для всех трех рассмотренных методов и не видно что ни при каком толерансе стандартные программы не позволяют удовлетворительно сочетать эту задачу с тремя оборотами таким образом проведенные расчеты тестов прикладных задач убедительно показывают преимущество геометрически активных сеток расчеты на них можно вести по экономичным явным схемам даже для сверх жестких задач и задач очень плохо обусловленных теперь переходим к задачам каши с сингулярностями в решении наличие особых точек то есть сингулярности вызывает серьезные трудности при численном расчете такие задачи тоже можно отнести к жестким потому что вблизи полюса решение резко нарастает как правило положение сингулярности заранее неизвестны или рассматривал численное решение обмене река тихо и заметил что по мере приближения к особой точке численное решение все сильнее и сильнее отличается от точки поэтому традиционно считается что проводить анализ таких задач численными методами нецелесообразно и используются методы компьютерной алгебры впервые вопрос о полностью численном исследовании сингулярности был поставлен на семинаре марчука в институте вычислительной математики ран 2003 году изначально вопрос формулировался для году но затем он был распространен на уравнение в частных производных в литературе предлагался ряд методов ориентированных на параболическое уравнение с нелинейной правой частью среди этих методов метод масштабирования метод движущихся сеток преобразование которое переводит решение не сингулярное и многие другие однако эти методы заточена на конкретную задачу первый универсальный метод исследования сингулярности полностью численно был предложен ланчиной калиткин и корреки на 2005 году суть метода в том что при когда решение доходит до сингулярности и заходит немножко за сингулярность то резко падает фактически порядок точности это позволяло как раз обнаруживать сингулярность и рассчитывать параметры сингулярность этот подход позволил единообразно решить ряд прикладных задач среди которых например пробой в плазме полуприводниках нелинейные горения и некоторые другие однако порой надежность этого метода оказывалась недостаточным и пользоваться и мог высококвалифицированный вычислитель данной работе предложены новые методы обнаружения и исследования ближайшей сингулярности они существенно более просты надежны и позволяет вести расчет автоматическом режиме то есть нажал кнопку и получил ответ с стареварной оценкой точности кроме того рассмотрена задача каши в которых решение имеет не единственную особую точку а последовательность полюсов целого порядка и построены методы позволяющие рассчитать всю последовательность полюсов начнем с задачи обнаружения ближайшей сингулярности предлагаемый подход применим для системы дому но для простоты рассмотрим его на примере одного уравнение до у под это равно f от у ты задача марчука состоит в том чтобы численно обнаружить ближайшую подвижную особую точку определить ее тип рассчитать момент возникновения сингулярности ее порядок супостереварной оценкой точности опишем метод исследования для алгебраической особой точки перейдем к моменту длина тоге интегральной кривой выполним расчет по некоторой схеме и получим все точные значения тенны и уединны пусть точки т.0 имеется алгебраическая особенность порядка q тогда в окрестности этой точки решения представим рядом песен и в этом ряде учтем только главный член дифференцируя его можно получить очень простое соотношение между решением у правой частью f порядком особенности q и моментом т.н. запишем это последнее равенство в двух соседних узлов сетки т.н. и т.н. плюс 1 это дает пару уравнений относительно кое-то 0 и решение для кое-то 0 записано на слайде фактически это некоторая одношаговая формула для расчета текущих q n и т.н. в н.м. узле эти значения вычисляются во всех узлах сетки если с увеличением текущей длиной дыги значение q и т.н. стремятся к некоторым постоянным то значит преобладающим является главный член гряди пьюзил и не можно уверенно диагностировать алгебраическую особенность поход на получаем некоторые приближенные значения для у это ноль чтобы найти их погрешность проводим расчет на сгущающихся сетках по длине дуги и применяем метод чертсона вот эти выражения для какой-то 0 применимы при любой параметризации будь то время или длина дуги однако в линии дуги намного выше надежность численного расчета но в самом деле вектор правой части является единичным значит участок крутого нарастания вблизи полюса превращается в наклонный с наклоном плюс либо минус 1 и кроме того сингулярность то есть устремящийся бесконечности соответствует бесконечной линии дуги а поскольку мы расчет ведем на конечном отрезке то сингулярность внутри него никогда принципиально не попадает это сильно увеличивает надежность расчета аналогичные формулы построены и для более экзотических особенностей типа логарифм т 0 минус т степени q и смешанные особенности вида логарифм умножить на алгебраическую особенность приведем пример численной диагностики на слайде выписана задача с алгебраической особой точкой и ее точное решение вычисления проводились по комплексной схеме разенброка кросс с коэффициентами единицы плюс и пополам на левом рисунке показаны решения на наборе сгущающихся сеток формально явно-неявная схема кросс позволяет вычислить решение на каждом шаге сетки то есть у учисленного решения по 7 ты как бы нет но в то же время начиная с некоторого момента решение резко упадет вверх если мы сгущаем сетку то последность решений начинает ложиться все ближе и к синтезе точного решения которые на рисунке показаны красные линии на правом рисунке показаны расчетные профили величинку это 0 на сгущающихся сетках видно что на каждой сетке они выходят на константы и и по мере сгущения сеток сходится к предельным значениям которые соответствуют точно на этом слайде показан график погрешности двойном логарифмическом масштабе напомню что степенной сходимости соответствует прямая линия причем наклон прямой равен порядку точности здесь светлые маркеры это погрешности которые определяются сравнением с точным ответом темные маркеры это оценки по методу ричардсона кружки это погрешности решения у треугольнички это погрешности q квадратики это погрешности то 0 видно что при расчете по схеме кросс кривая погрешности значит на быстро выходит на прямой знакомый минус 2 и погрешности по методу ричардсона практически совпадают с настоящие значение погрешности найдены по точному решению это говорит о высокой надежности предложенного метода проводя дальнейшее сгущение сеток можно вычислять и само решение и значение кое-то 0 для сингулярности с точностью вплоть до ошибок компьютерного округления для сравнения помимо схемы кросс использовалась явная схема и лера результат который для нее получаются аналогично только что описано но количество погрешность конечно хуже чем для схемы кросс и получается что переходы ли нету кейт позволяет решать эту задачу даже по простейшей численной схеме о явности милера этот метод можно применять и к уравнению частных производных потому что они сводятся к системе году огромного порядка с помощью метода прямых в качестве тестовой задачи бралась классическая задача об из режиме нелинейного горения этот режим описывается квазилинейным параболическим уравнением с нелинейными источниками само уравнение приведено на слайде коэффициент теплопроводности есть квадрат температуры а источники это куб температуры на рисунке справа показаны профили численного решения в несколько последовательных моментов времени сами моменты подписан угол кривой этой задачей хорошо известно точное решение в элементарных функциях при каждом x возникает алгебраическая особенность порядка 1 2 момент особенности одинаков для всех точек x и определяется начальными условиями с помощью метода прямых уравнение в частных производных сводится к очень большой системе году чтобы получить хорошую точность по пространству нужно использовать подробные сетки и вот такая система содержит несколько сотен уравнений сама система воду приведена на слайде собственно смысл в том что мы пространство оператор аппоксимируем конечной разностью а производные по времени пока оставляем нетронуты и решаем вот такую систему как систему году на данном слайде представлены погрешности получены в этой задачи на рисунке слева показаны погрешности при расчете по схеме кросс для ах ты 0 и q исключение велось по длине туки а сетка по пространству была фиксирована масштаб графика двойной алгоритмический по-прежнему кружки это решение ом треугольники и таком квадраты до 0 светлые маркеры это погрешности относительно точного ответа темные это оценки по методу ричардсон сетка по пространству включала 200 узлов то есть решали систему из 200 уравнений хорошо видно что все три величины сходятся со вторым порядком точности однако начиная с некоторой достаточно подробной сетки по длине дуги погрешности относительно точного ответа перестают убывать и выходит на некоторый горизонтальный уровень в то же время оценки по методу ричардсона после продолжают убывать вплоть до достижения ошибок округления ошибки округления показано для решения у такое поведение объясняется тем что при обведении с seguir по пространству вносим некую погрешность а если мы сгущаем телку только по 3 нить и расид по пространству не изменяем то это погрешность если к theo за не уменьшается уменьшается только погрешность вызванная скартизация путем едуке чтобы уменьшить погрешность обыслованные дискретизации по пространству надо сучать пространственной сетке соответствующая погрешность для Q и для Т0 показана на рисунке справа. То есть по горизонтали откладывается логарифм числа узлов по пространству. Здесь график тоже дает на двойном логарифмическом масштабе, обозначения такие же, как на левом графике. И видно, что обе величины, Q и Т0, сходятся со вторым порядком точности, который соответствует теоретическому. Продолжая сгущение, можно найти значение этих величин с точности вплоть до ошибок округления. Таким образом, предложенная методика является простой, надежной и удобной для практического использования. Переходим к следующей задаче. Это задачи со множественными симулярностями. Есть ряд важных для практики задач, в которых решение имеет не одну особую точку, а последовательность полюсов целого порядка. Например, это некоторые специальные функции. Задача состоит в том, чтобы найти решение не только до ближайшего полюса, но и в непосредственной близости от него и продолжить решение за полюс. И сделать такое продолжение через несколько последовательно расположенных сиркулярностей. Для простоты рассмотрим этот подход на примере одного автономного ПДУ. ДУ ПДТ равно ИФАТУ. Обычно в стандартном библиотеке программ, например, в НИСТ используют лобовой расчет по схему Рунгикута. Однако, как уже отмечалось, при приближении к сингулярностям точность резко ухудшается. В литературе предложен ряд специальных методов для трансцендент-пендлеве и для уравнения рекати. Общих методов для расчета таких задач, то есть не использующих какой-либо априорной информации, в литературе найти не удалось. В данной задаче для вычисления погрешностей необходимо использовать не норму разности решений, а метрику Хосдорфа. Причина в том, что полисы точного и численного решения несколько отличаются друг от друга. И получается, что, например, правый ветвь точного решения вычиталась бы из левой ветви численного. И, разумеется, формальная разность таких решений будет огромной. А это неконструктивно. В данной работе предлагается так называемый метод инверсной функции. Пусть ближайший полюс, расположенный в точке Т0, и имеет целую кратность Q. Ведем инверсную функцию по формуле, которая выписана на слайде. Если исходная функция U имеет в точке Т0 полюс порядка Q, то инверсная функция имеет в этой точке простой 0. И сосчитать такой 0 не представляет проблем. На слайде выписано уравнение, которому удовлетворяет инверсная функция. И для расчета предлагается следующий алгоритм. Пусть величина Q известна. Решаем задачу для U до тех пор, пока U, N не начнут достаточно быстро нарастать. Причем отношение F поделить на U в степени 1 плюс 1 кута не начнет стремиться к константе. На практике удобно проверять такие критерии. U, N больше некоторого U большого, а указанное отношение на паре соседних шагов отличается не более, чем на некоторые эпсиумы. Номер узла, в котором эти критерии выполнены, обозначим через N со звездочкой. В последующих узлах за N со звездочкой решаем, переходим к задаче для V с начальным условием, которое определяется по последнему сосчитанному значению U по определению инверсной функции. Решаем задачу для V. Численное решение V, N будет убывать по модулю, пройдет через 0 и далее начнет нарастать по модулю. Прохождение через 0 как раз соответствует полюсу исходной функции U. Одновременно по каждому сеточному V восстанавливаем U, N равная единица на V, N в степени Q, причем как до 0 функции V, так и после. То есть как до полюса функции U, так и после него. Аналогично строится продолжение решения за второй и последующий полюс. Если значение Q заранее неизвестно, а именно так это и есть в прикладных задачах, то его можно рассчитывать в ходе вычисления с помощью численной диагностики, округляя полученное Q до целого в пределах сеточной погрешности. На этом слайде привезли некоторые обобщения метода инверсной функции. Во-первых, с помощью интерполяции можно находить 0 функции V. Это дает расчетное положение очередного полюса. Во-вторых, данный подход непосредственно применим к системам УДУ. При этом полюсы разных компонент системы могут находиться в разные моменты времени. И для каждой компоненты УКТ, вектор У, нужно вводить свою инверсную функцию VКТ по аналогичному правилу. Настроечные параметры УКТ и εКТ выбираем отдельно для каждой компоненты. В-третьих, метод можно распространить и на неавтономные задачи. Однако, неавтономные задачи оказываются существенно сложнее автономных. Есть примеры, когда V начинает пилообразно осцеллировать вблизи нуля. В этих случаях целесообразно делать автономизацию. Например, переходя к линетке интегральной кривой. Для апробации этого метода был составлен специальный тест. Это автономное уравнение, решение которого имеет полюсы третьего порядка. И при этом решение не имеет кратных нулей. Дело в том, что расчет кратного нуля представляет самостоятельную проблему. Задача с кратными нулями очень плохо обусловлена. Чтобы эту трудность исключить, был как раз составлен этот специальный тест. Сам тест и его точные решения приведены на слайде. Расчеты велись по явной схеме рунги-код четвертого порядка точности в аргументе «Время». На рисунке слева показан вид решения. Сплошные линии – это точные решения, вертикальные тонкие – это асимптоты, а маркеры – это численные решения на некоторой грубой сетке. Интервал времени выбирался так, чтобы внутреннему попадало 5 полюсов. Было выполнено две серии расчетов. В первой из них значение Q задавалось принудительным. И как раз этот случай показан маркерами на левом рисунке. Видно, что при прохождении всех пяти полюсов численные решения хорошо совпадают с точными. Даже на сравнительно грубой сетке. Погрешности, которые получены в этом расчете, показаны на рисунке справа темными маркерами. Здесь кружки – это погрешности U, треугольники – это погрешности положения последнего пятого полюса. Хорошо виден прямолинейный участок с наклоном четверка. Это соответствует теоретическому порядку сходимости для схемы ЕРК4. Расчет проводился со сгущением сеток до достижения ошибок компьютерного округления. Кстати, видно, что ошибки округления здесь оказываются порядка 10-14. То есть это всего примерно в 100 раз больше, чем единичное округление. Это, кстати, тоже говорит о высокой надежности методинверсных функций. Во второй серии расчетов кратность полюса не задавалась, а вычислялась в ходе расчета по формулам диагностики. Для каждого очередного полюса независимо. Полученные погрешности показаны светлыми маркерами. Сравнение этих двух серий показывает, что погрешности в втором расчете оказываются больше, чем в первом. Но при сгущении сеток расхождение быстро уменьшается. Таким образом, автоматика определения кратности в аргументе время работает менее наежной, чем сам методинверсной функции. И разработка более наежной автоматики может быть предметом для дальнейшей работы. Тем не менее, методинверсной функции позволяет из проблем вычислять решение и положение полюсов с точностью до ошибок компьютерного округления. На этом слайде привезены некоторые наиболее существенные публикации. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Александр. Спасибо. Дмитрий Сергеевич, ты будешь дальше вести, да? Ну, хорошо. Здесь ли вопросы к Александру? Я, конечно, извиняюсь. Я внимательно слышал. Я небольшой специалист в этом вопросе. Слабо разбираюсь. Но какой же финальный аккорд-то? Что же в результате кратко можно в двух словах сказать? Дмитрий Сергеевич, мое упущение, нужно было сделать такой слайд. Прошу прощения. Финальный аккорд следующий. Построены новые алгоритмы автоматического выбора шага для расчета трудных задач каши. Показано, что эти алгоритмы существенно превосходят по точности и надежности известные. Это первый результат. То есть проведена апробация на тестовых задачах с известным ответом и на сложных и вкладных задачах. Второй момент. Это предложены новые формулы численного обнаружения и исследования сингулярности в решениях задач каши. Как для ОДО, так и для уравнения частных производок. Также проведена их апробация на представительных примерах. И третий результат работы – это предложенный метод сквозного расчета задач каши для ОДО с множественными полюсами целого порядка. Также проведена его апробация. Пожалуй, все. Ну, это очень хорошо, но, на мой взгляд, немного слишком общее. Если для любых методов это работает, то это просто очень хорошо. Но так ли это? Или это работает для какого-то определенного круга методов? Естественно, это работает до тех пор, пока нам не начинают портить жизнь ошибки округления. Если ошибки округления становятся слишком большими, то есть если разрядности не хватает, то и предложенные методы, да и, наверное, вообще численные становятся неприменимыми. И нужно либо резко увеличивать разрядность, очень сильно, либо переходить к другим классам методов, точка симпатическим. Ну, с ошибками округления можно бороться и какими-то другими способами. Например, вводя определенного рода инварианты, которые могут помочь нам побороться с этим. Пожалуй, можно, но, опять же, до определенного предела. Конечно, можно придумать такую задачу, которую ни один численный метод не сочетает. Другое дело, что для задач, ну, не слишком особо дробительных, предложенные методы, в общем, позволят сомкнуть границы применимости в численных подходах и асимптотических. Дмитрий Сергеевич, а можно я несколько вопросов задать? Да, да, да. Для разнообразия, насчет применимости и неприменимости. Было несколько классов математических или немножко не совсем математических задач предложено, для которых это успешно и хорошо применяется. Это задача химической кинетики, задача Аренсторфа и еще некоторые задачи. Возможно, здесь стоит несколько оттенить, что разработаны методы, а методы апробируются на тех или иных задачах. Либо имеется класс задач, для этого класса задачи разработаны методы, и они апробируются на этом классе задач и, может быть, на смежных. Почему я так говорю? Задача Аренсторфа окажется немножко со стороны. Я не ошибаюсь. Это как пример плохо обусловленный. Да, да, это именно пример плохо обусловленный, а по своему физическому способу, конечно, это задача, отличающаяся. Спасибо. Теперь я бы хотел, не помню какой слайд, там говорилось особые точки алгебраической особенности. Вот этот. Начиналось все с того, что нам известно, что особенность алгебраическая и дальше работает. Вот значит ли это, что если нам неизвестно, какого сорта особенность, то мы заткнемся, и нам это необходимая априорная информация. Либо мы предполагаем, проверяем, и если не убеждаемся, то делаем что-то другое. Вторая альтернатива, то есть мы выдвигаем гипотезу о типе особенностей, проверяем эту гипотезу, вычисляя соответствующие какую-то ноль. Если они выходят на постоянное, то да, мы угадали. Если нет, значит наша гипотеза не верна, и нужно выдвигать другие. Я думаю, это нужно как-то оттенить, иначе получается, что мы заранее знаем, что мы будем искать. Коллеги, можно я вмешаюсь? Да. Дело в том, что для обыкновенных дифференциальных уравнений есть теорема Пенлеве, которая говорит, что подвижные особые точки являются алгебраическими. Эта теорема верна почти для... Ну, во-первых, она верна для уравнения первого порядка, и, скажем так, почти для всех, с исключением особых, систем дифференциальных уравнений обыкновенных. Вот. Более нужно это указать и в работе, и в докладах. Ну, тут есть ложечка дегтя. Все автономные системы относятся к кольцовому типу. И для них это доказывается особо. Ну, например, для задачи многих тел это знаменитая теорема, ну, условно скажем, Зундмана. Как последнего, кто внес вклад в ее доказательства. Вот. Замечательно. Если можно, у меня еще пару вопросов, потом я отойду в сторону, и другие товарищи будут задавать вопросы. На одном из следующих слайдов было сказано, что методом аппроксимирующих прямых, что ли, не помню точно, УРЧП сводится к системе ОДУ огромного порядка. То есть аппроксимируется. Вопрос, насколько хорошо аппроксимируется, то есть как только мы сделали эту аппроксимацию, дальше мне понятно, как работают ваши методы. А вот какова эта аппроксимация? Где-то как-то описано, оговорено? Ну, с точки зрения, как, собственно, схему написать, но это берем классическую запись схемы по Самарскому, которая, собственно, приведена на этом слайде. А вот как погрешность оценить, это следующий слайд, правая картинка. Здесь проводится сгущение не только по длине дуги, но и по пространству. То есть тот же самый метод Ричардсона. Вот эту погрешность оценивать можно и нужно. И это делалось для культуры. Для ОДУ. Виноват Леонид Антонович, для не только одной отдельно взятой системы ОДУ, но и при сгущении седра по пространству. ОДУ, которые получаются. Значит, если мы их аппроксимируем таким образом, то в рамках этого класса аппроксимаций мы для них что-то делаем. Леонид Антонович, видимо, я плохо сформулировал мысль. Дело в том, что когда вы сгущаете сетку по пространству, у вас система ОДУ меняется. У нее увеличивается порядок. Исходное ОРЧП остается. Увеличивается и порядок, и прочее, прочее. Все это увеличивается. Но это класс приближений. Да. И вот в этом классе все работает. Да, получается так. Я думаю, что это стоит оттенить либо в работе, либо в послании. И третий вопрос. Когда вводится инверсная функция, я не совсем хорошо понял. Она вводится, когда вдруг какой-либо метод натыкается на особенность, либо из других каких-то соображений. Если этих особенностей много, то после введения инверсной функции нужно и нам вернуться к исходной, и как часто мы будем перещелкивать. Основная инверсная, основная инверсная. На каких интервалах нужно будет вводить инверсную? Нужно вводить инверсную функцию, когда мы приближаемся к полюсу. Проверяю то, что мы приблизились. И это что-то каким-то образом, да? Ну, по некоторым кухонным критериям. Нарастание решений и соотношение между правой частью и О степени единицы плюс однокутые. После того, как мы по инверсной функции прошли 0, мы обязательно возвращаемся к исходной функции. И дальше считаем исходную функцию. И когда начинаем, когда заканчиваем, в алгоритме есть? Да, они описаны вот на этом слайде. Критерии, конечно. Кухонная, может разрабатывать более надежно. Хорошо, спасибо. Собственно, в окрестности каждого полюса надо делать такой перещелк. То есть приблизились к полюсу, перешли, вернулись и считаем дальше. Тогда следующий вопрос. Я задал вопросы. Другие, пожалуйста. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Василий Сергей Анатольевич. Ну, у меня вот, конечно, интерес больше к стыку асимптотических методов и численных методов. Ну, вот я понимаю, что вы активно используете асимптотические методы. Ну, для разных задач. Но мне вот до конца непонятный алгоритм. То есть, как, точнее, какие куски асимптотических методов вы применяете. То есть вы выписываете асимптотики и решаете асимптотические уравнения, получаете решение, сшиваете. Или вы просто используете решения уже готовые, аналитически выписанные, и дальше их используете для тех или иных целей. Вот можете подробнее объяснить алгоритм для вот разного типа задач, которые вы просмотрели. Сергей Анатольевич, дело в том, что сами асимптотические методы, они у нас не используются. То есть работа сфокусирована на построении численных методов. Реально асимптотические методы использовались только для сравнения в одной тестовой задаче, которая из-за ограниченности объема доклада сюда не вошла. Эта задача очень похожа на, сейчас покажу слайд, на вот этот тест. Значит, в правой части тоже стоит минус лямбда 0, косинус t, u умножить на u квадрат минус a квадрат. То есть качественное решение очень близко к тому, что проведено на слайде, но количественно регулярное решение намного ближе подходит к точке покоя, чем вот в этом рассмотренном примере. Если точнее экспоненциально близко. E в степени лямбда 0, t, ну там более и более сложное выражение. И вот в этом тесте, казалось бы, на первый взгляд не очень противно, оказалось, что численные методы работают плохо. Именно из-за того, что задача очень плохо обусловлена. То есть на примере этой задачи с не очень узкими пограничными слоями, порядка 1 сотой, было показано, что численные методы затыкаются, и надо использовать другие, в частности, асимптотические методы. Там использовалась стандартная техника построения по техному Васильеву, то есть она, в общем-то, описана много в теме в литературе. Здесь мы не находимся не претендуем. Так, ну тогда вопрос, я понял, да, спасибо. У меня вот есть не вопрос, а предложение, пожелание. Мне не очень понравилось совместное применение двух терминов – толеранс и точность. Либо вначале нужно бы объяснить, в чем их отличие, либо вместо термина толеранс использовать какой-то русский эквивалент. Толеранс – это то, что пользователь задает в программу, и то, что он рассчитывает получить. Точность – это то, что получается на выходе. Вот, хорошо бы объяснить, потому что я догадался об этом только к середине доклада. Я с вами согласен, что это нужно более рельефно. Спасибо. – Нет, просто отказаться от слова «толеранс» и перейти на русский. – Хорошо. – И второе, вот мне не очень понятно, что такое точка покоя. – Точка покоя – это значение «у», на котором правая часть ОДО обращается в ноль. То есть стационарное решение. Вот, например, давайте сейчас откроем тестовую задачу. Понятно, но, опять же, это, мне кажется, термин, который, скажем так, применяется в узких кругах. Вот, и поэтому как-то, может быть, его тоже, может быть, заменить, может еще. Потому что между своими это понятно, что это такое. А человеку немного со стороны вполне может оказаться это совершенно неудобоваримым. – Может быть, лучше назвать это стационарным решением? – Вот, замечательно. Совершенно точно. – И просьба, нельзя ли выложить вот эти слайды для того, чтобы их можно было скачать? – В собрании Teams, хорошо. – Вот, нужно. Спасибо. – Еще есть вопросы? – Нет, как я вижу, всем все или понятно, или кто-то затаил в душе камень. – Спасибо большое, Александр. – Очень длинный доклад, и сложно вникнуть слишком много нового, и сложно сразу сообразить, осознать все это. – Все ли удовлетворяет слушателя, а вдруг обманывают? – Ну, то, что обманывают, это очевидно, но… – Ну, если других вопросов нету, Дмитрий Сергеевич прав в таком случае. – Спасибо большое. – Спасибо большое. – И, возможно, если вопросы появятся, то тогда уже докладчику, адресату отправлять непосредственно вопросы. или по почте, или по какой-то другой голосовой связи. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Всего хорошего. – До свидания. – Представители кафедры прикладной информатики с вероятностью прошу…